Девушки отдыхают 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 Квартет. Очень интересно послушать. А с чем была идея пригласить Влада Ульяновича и Дмитрия Бабака поучаствовать в вашем концерте? Дело в том, что не только Дмитрий Бабак и Влад Рудянович Кутышев и Мария Канцева. Это наша совместная идея. Мы с ребятами общаемся и поэтому нам было очень приятно пригласить. Да и вообще мы выступаем на квартирнике у Дмитрия Бабака, потому что он... Не может же это пройти просто так. Мы даже не понимали, как дружеский такой ход, дружеский такой подарок со стороны Влада, Димы, Маши и так далее. То есть все это именно на такой основе. Просто дружба, поэтому они помогают, мы им помогаем и поможем, если в следующий раз они будут проводить концерты. У нас еще много совместных проектов, поэтому с ними... Даже не обсуждалось, на уровне ЕК даже это не было. Сразу как-то я знаю, что будет. Просто спросил. Должна была быть Олеся Матакова, но, к сожалению, по сложившимся обстоятельствам не получилось. Ну, не те, что вы думаете, просто немножечко. Тихо, тихо, тихо. А после участия в шоу, работа ваших, как, люди не знают? Она влюбилась? Работа какая? Основная? Да. Основная работа... Ну, я сразу хочу сказать о том, что наша основная работа в лице раньше до проекта в этом и заключалась. То есть мы возглавляли Центр культуры, мы занимались творчеством. Как в любом военизированном подразделении есть клуб, в которых есть такие же артисты, сценаристы, режиссеры. Вот наше подразделение – это и есть клуб культуры, в котором мы же писали сценарии, организовали предприятия и сами выступали. Выступали не только в Луганске и Луганской области, но и за пределами Украины еще до X-Factor. Поэтому мы продолжаем также дальше сотрудничать с Луганским университетом внутренних дел, с министерством внутренних дел. Ну, вот так вот, да. Спасибо большое. Можно последний вопрос – пожелание слушателям от вас? Вашим слушателям? Ну, вашим слушателям. А, сегодня? Да, ну, в общем, что вы желаете своим слушателям? Да, наше пожелание, чтобы слушатели чувствовали себя как дома, чтобы ни в коем случае они не воспринимали наше мероприятие как какой-то официоз, слушали хорошую музыку. А вообще, просто там, всем-всем-всем, друзья, просто будьте счастливы, пытайтесь находить даже в серых буднях кусочек или капельку чего-то светлого. Радуйтесь жизни, потому что, поверьте, радость есть чего-то. И мы должны хотя бы ради этого жить и надеяться, что в сфере все это будет лучше. Спасибо. 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 Продолжение следует...